Геймеры! Какие моменты из игр вы никогда не забудете и почему? В детстве у меня был довольно дерьмовый компьютер. Он не был совсем никчёмным, но устанавливать на него игры было тяжело. Иногда игры устанавливались, но всё равно не запускались. В 2005 году игра World of Warcraft стала очень популярной. В новостях рассказывали о том, какой сенсацией стала её онлайн-версия. Все знакомые говорили о том, насколько это крутая игра и как там много возможностей. На Рождество я наконец тоже купил эту игру. Помню, как я был счастлив, как мне не терпелось поскорее добежать до дома и установить её. Если кто не помнит, игра была на 5-6 дисках, а это значит, что вероятность того, что мой грёбаный комп не потянет игру, возрастала в 5-6 раз. Насколько я помню, я устанавливал её целых 8 часов, постоянно проверяя процесс установки и меняя при необходимости диски. Но незадолго до ужина она всё-таки установилась, и на старом дисплее компьютера запустился гигантский портал. Весь следующий год я с упоением играл в эту игру, и я никогда не забуду то чувство любопытства и изумления, которые охватили меня во время первого игрового сеанса. Мои самые приятные воспоминания связаны с теми временами, когда очень популярны были игры Rock Band Guitar Hero. Мы с друзьями собирались в подвале нашего дома вокруг телека и вовсю отрывались. С тех пор я больше не испытывал такого духа единения и сотрудничества, и вряд ли когда-либо испытаю. Очень скучаю по этой игре. Бой с психомантисом в игре Metal Gear Solid. Подключи свой контроллер ко второму порту контроллера, чтобы он не смог прочитать твои мысли. В наше время такую игру сочли бы слишком банальной или дешёвкой в лучшем случае, но в то время, когда она вышла, 1998, и когда я впервые сыграл в неё, мне тогда было лет 10 или 12, это был просто взрыв мозга. Если кто не в курсе, поясню. В первой версии Metal Gear Solid на PlayStation, а позже и в новой версии в GameCube, был главный босс, с которым предстояло сразиться в самом конце. Его звали психомантис. Он называл себя экстрасенсом и доказывал это словами типа «Я передвину твой контроллер силой мысли», после чего контроллер действительно начинал вибрировать. Или говорил что-либо об играх, в которые ты уже играл, просто считав информацию с карты памяти. Иногда он делал так, что появлялся экран ввода по умолчанию, в результате чего можно было подумать, что ты вылетел из игры. А ещё он мог уклоняться от атак, пока тебе не звонил союзник и не велел переключить контроллер на другой порт. Это было просто потрясающе. Концовка игры Portal 2, в особенности последний портал, через который нужно было пройти. Мне пришлось подождать, пока я не сдам все экзамены. Покончив с ними, я играл всю ночь, пока не завершил игру. Какая же офигенная у неё была концовка. К сожалению, это был к тому же финал вселенных Half-Life и Portal. Создатели игры постарались сделать так, чтобы игроки чувствовали себя умными и везучими, и чтобы они сохраняли интерес к игре до самого финала. Так жаль, что они больше не занимаются разработкой игр. Они были настоящими мастерами и разбирались в таких тонкостях. Читал на каком-то форуме комментарии о том, что поначалу игра заставляет чувствовать себя полным идиотом, затем гением, затем снова идиотом и так без конца. Люблю такое свойство во всех играх. Когда ты впервые оказываешься в королевстве Hyrule в игре The Legend of Zelda Ocarina of Time. Современные геймеры, которые из пелёнок играли в 3D-игры с открытым полем, даже не могут себе представить, насколько эта игра взорвала всем мозги после того, как её выпустили. Могу то же самое сказать о вхождении в лесной храм впервые. То же самое, что перейти из детства во взрослую жизнь. Игра больше не держит тебя за руку, хотя и до этого не особо держала. Эта игра в целом полна подобных моментов. Call of Duty 4. Миссия All Gilled Up. Именно из-за этой миссии и этой игры я заинтересовался изучением истории Припяти и Чернобыля. О самой катастрофе я впервые услышал в школе, но в жизни никогда ни с чем подобным не сталкивался. Поэтому, после того, как я увидел руины города в виртуальном мире, мне захотелось узнать об этой катастрофе как можно больше. Как я убил свою собаку в Майнкрафте. Дрессируя её, я хотел кинуть кость, но случайно попал в неё. Пришлось добить, чтобы не мучилась. Со мной тоже такое бывало. Это очень тяжело. Буквально на днях в первый раз играла в Майнкрафт на компьютере. Обычно всегда играю на консоли. Прежде мне не приходилось пользоваться в этой игре мышью и клавиатурой. Когда я увидела мирно шагавшего рядом со мной волка, который сопровождал меня на свою базу, я очень обрадовалась и крикнула в микрофон. Ух ты, волк! Подожди-ка! Вот тебе кость, лови! И случайно проломила ему череп этой костью. Я часто играл в Shadow of the Colossus, а мой младший брат сидел рядом, наблюдая и комментируя мою игру. Сейчас так приятно об этом вспоминать, особенно из-за того, что мы повзрослели, разъехались и теперь увидимся гораздо реже. Когда я узнала главную тайну о моём персонаже в игре Star Wars Knights of the Old Republic. Игру я закончила лишь много лет спустя после того, как она вышла, потому что когда она вышла, я была ещё совсем маленькой и даже не знала, что такое Звёздные войны. Но никаких спойлеров тоже не слышала, так как игра считалась уже всеми забытой. Должна сказать, что когда тайна раскрылась, я пребывала в шоке и восхищении одновременно. Когда мне было около 4 лет, я играл в Mario Kart на Super Nintendo со своим старшим братом, которому было лет 7. Я отстал от него, но он не захотел ждать, пока я догоню его. Я разозлился и укусил его. Понимаю, что это довольно странный случай, но почему-то он отпечатался в моей памяти. Я тогда укусил человека в первый и последний раз, и всё из-за какой-то видеоигры. В одной из вселенных Звёздных войн мой персонаж вышел замуж за одного мужчину. Наш город устроил большой праздник по этому случаю. После того, как застолье закончилось и мы собрали все подарки, невеста вошла в дом мужа и украла всё, что у него было. На самом деле, я был 13-летним подростком, который играл за женского персонажа. Мой приятель выступил как свадебный организатор и убедил горожан принести подарки на свадьбу. Ему даже заплатили из городского бюджета. Мы всё это подстроили, а после успешного осуществления нашего плана смеялись ещё много-много дней. Обожаю эту игру. Столько приятных воспоминаний осталось. Когда я впервые вышел из космопорта, одна женщина предложила мне дом в городе. Я даже не знал, что такое возможно. Есть практически точная эмуляция этой игры, но графика и в половину не такая плохая, как в моём детстве. Видимо, ностальгия заставляла меня закрывать глаза на недостатки игры. Когда впервые встретил маленьких сестричек в игре Биошок. Никогда не забуду весь сценарий завязки сюжета игры. Как плыл по воде, затем вдруг понял, что уже могу управлять персонажем. Как спускался вниз на лифте. Впервые увидел город. Аэрокрюк. Как женщина разговаривала с коляской. Боже, обожаю эту игру. Жаль, что я не могу стереть себе память и снова сыграть в неё, как в первый раз. Должно быть, я просидел минут 15 после вступительного видео, не понимая, что я уже могу управлять своим персонажем. Биошок — это идеальная, чёрт побери, игра. Она настолько сильно захватывает и поражает воображение, не знаю никакой другой подобной игры. Особенно, если у тебя стоит акустическая система 3D. Сюжет очень захватывающий, и в нём нет никаких слабых мест. Особенно мне понравилась Биошок Infinite. Отличный партнёр с искусственным интеллектом намного лучше, чем в GoldenEye. Хотя концовка очень грустная. Команда, создавшая Биошок Infinite, постаралась на славу. Конец получился очень эмоциональный, но расставил все точки над «и». Советую Биошок всем, кто любит игры с отличным сюжетом. Последняя миссия в Хала 3. Когда пол рушится, а ты едешь на джипе-бородавочник. Никогда не забуду, как впервые прошёл эту миссию вместе с другом. Мы тогда учились в классе третьем. Эпичная миссия. Убийство Партурнакса. До сих пор вспоминаю об этом с содроганием, хотя прошло много лет. Как проходил Хала 3 Legendary Edition на маленьком компьютере с треснутым экраном в нашей с братом комнате? Лишь спустя много недель мы дошли до последней миссии, которую проходили несколько часов. Было очень трудно доехать на джипе до корабля, когда пол под тобой рушится. Редко, когда я радовался так же, как когда прошёл все миссии игры. Запомнилась поездка на коне в Мексику в игре Red Dead Redemption. Музыка подобрана просто идеально. Это был невероятный опыт. Очень прекрасный и эмоциональный. В эти минуты мне казалось, что я на самом деле нахожусь там. Я чувствовал себя таким свободным. Как раз собирался писать о том же. Я даже установил новую версию игры, чтобы снова испытать те же ощущения. Но этого не произошло, что меня очень расстроило. Я так обрадовался, когда заиграла музыка и поскакал на коне в Мексику. Очень люблю игры, где полностью погружаешься в своего персонажа. Я соотношу их мир и нашу реальность. Я настолько влился в атмосферу игры, что мне казалось, что этот момент длился очень долго. Я искал нечто похожее в других играх, но могу выделить только Final Fantasy X. Эта игра в отдельные моменты напоминала атмосферу Red Dead Redemption. Недавно играл в Subnautica. Эта игра меня тоже приятно удивила. Игра Dead Space. Даже не знаю, почему именно она. Но я не думаю, что когда-нибудь найду игру, которую полюблю сильнее. Установил эту штуку под названием Steam, чтобы иметь возможность начать играть в Half-Life 2 в полночь, как только игра выйдет. Играл 6-8 часов подряд. Очень понравилось. Наслаждался каждой секундой. Моей первой онлайн-игрой была Modern Warfare 2. Я с трудом убедил бабушку и дедушку установить в доме Wi-Fi, чтобы у меня была возможность играть с друзьями. Как-то раз в 3 часа ночи мы увлеклись игрой с друзьями, хотя на следующий день нам было на учебу. Противники заперли нас всех в каком-то помещении и начали материть нас. Сижу я, значит, посреди ночи в одних трусах и кричу им в ответ не менее грязные ругательства. Помню, что мы тогда победили и хорошо поиздевались над ними, когда они один за другим покинули помещение. Момент, когда мы впервые убили короля Лич в World of Warcraft. Борьба была очень напряженной, мы очень тщательно все спланировали. Но несмотря на это, нам пришлось совершить очень много попыток. Никогда не забуду, как я кричал, когда мы наконец это сделали. Final Fantasy VII. Это был взрыв мозга для меня, я тогда был еще маленьким. Сюжет этой игры я до сих пор считаю лучшим среди всех игр. А какой эпичный саундтрек. Когда-то он меня полностью поглотил. Прослушал его полностью 3 раза. А еще буду помнить, как мы с братом играли, когда жили вместе 4 года во время учебы в колледже. Мы столько ночей провели за играми в PS2. Играли в игры типа Dynasty Warriors 3, Guitar Hero 007, Twisted Metal Black и Gauntlet. Хорошее было время. С тех пор мы повзрослели и играть в игры уже не так интересно. Удивлен, что никто не написал про тот момент в Batman Arkham Asylum, когда кажется, что игра по непонятной причине началась сначала. А потом понимаешь, что на самом деле это всего лишь мираж пугало. Меня это поначалу смутило, а потом я понял, как это офигенно. Точно, помню этот момент. Я поначалу так испугался, потому что подумал, что мой Xbox начал глючить. Но оказалось, что нет. Просто какое-то пугало пытается напугать тебя до смерти. Когда я в первый и последний раз обыграл другого человека в игре StarCraft 2 1 на 1. Я тогда подумал, ничего себе, я только что выиграл. Не благодаря друзьям по команде, которые меня подкармливали, хотя у него их тоже не было. Просто я играл лучше него, поэтому и выиграл. Было приятно осознавать, что я обыграл другого игрока на разы, потому что я играю лучше, без других слагаемых в уравнении. Кто же, черт возьми, сканирует, видит, что у меня есть куча танков, расположенных на возвышенности вместе с кучей других подразделений, а затем, несмотря ни на что, пытается идти в атаку. Затем, после еще нескольких игр, я перешел в Bronze 3. Библиотека в Halo 1 Прежде чем у меня появился Xbox, я ходил после уроков к другу, и мы с ним вместе играли в Halo CE. Когда я впервые дошел до уровня библиотека, кстати, мы играли на Legendary, друг предупредил меня, что сейчас будет кое-что. Но разве можно на самом деле быть готовым к тому, чтобы бежать в библиотеку в 3 утра? Это была просто фантастическая игра. Столько приятных воспоминаний с ней связано. Первые 20 минут игры Last of Us Эта чертова игра заставляет с первой же минуты вложить столько всего в нескольких персонажей, а затем она разбивает сердце сильнее, чем это может сделать любая другая игра. А еще первый час игры God of War Крутейшая драка с незнакомцем. Пожалуй, ничего лучше этого я до сих пор не встречал ни в одной видеоигре. Mass Effect 3 и жертва, принесенная Мордином Солусом Это должен быть я. Кто-нибудь другой может допустить ошибку. Знаю, что оба Вермайера постоянно критикуют, но я помню то неприятное ощущение в животе, которое появилось, когда я понял, что мне придется оставить одного из них на погибель. Позже я осознал, что они были всего лишь солдатами в моем подчинении, и я не мог спасти обоих. Но в тот день, когда это произошло, мне пришлось выключить игру и целый час просидеть в душе. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok